Мы продолжаем следить за ситуацией в Арысе. Трагедия там не оставила равнодушными большинство казахстанцев. По всей стране активно ведется сбор помощи. Насчет корпоративного фонда социального развития Туркестана поступило, по данным областного Акимата, 213 миллионов тенге. Примечание – это необновленные данные. Судя по тому, как начали отзываться о наших граждане, сумма наверняка существенно увеличилась. О тех, кто не остался в стороне – репортаж Данай Исатай. В Казахстане развернулась массовая акция «Арысь мы вместе». Во всех уголках страны ведется сбор гуманитарной помощи. Лекарства, средства гигиены, одежда, обувь и многое другое. Столичные жители с раннего утра несут предметы первой необходимости в один из столичных пунктов приема помощи. От имени фонда хотел хоть чем-то помочь и решили небольшую среди своего фонда, среди своих друзей сделать небольшую помощь. И приняли в этой акции. Да, так получилось, что горе для нашей страны, для наших жителей. И я очень рад, что у нас и молодежь, и все жители приняли участие в помощи, благотворительности в разных родах деятельностей. Молодежный ресурсный центр организовал пункт приема во дворце «Жастар». Помимо этого, точки сбора гуманитарной помощи открыли партия «Нур-Отан» в своих отделениях и волонтерское движение столицы по Астраханской трассе. Кроме этого, созданы специальные банковские счета для перечисления денег. Информация по ним доступна для всех желающих и размещена на информационных сайтах. Мы с утра сдавали кровь. Соответственно, вы знаете, что по донорству нам положено 0,25 МРП, это 612 тенге, если не ошибаюсь. Эти деньги будут переводиться на официальный счет города Туркестан. Мы знаем, что нужно восстановить этот город. И нужно именно финансовые затраты, это потребуется. И здесь самая главная ценность в том, что мы хотим донести, что не только государство должно решать эту проблему. И мы, молодежь, активная молодежь города Нур-Султан, должны в этом участвовать. Помимо центров помощи и пунктов приема вещей для пострадавших, министерствами, государственными структурами и подведомственными подразделениями принято решение о перечислении однодневного заработка в помощь жителям Арыси. К акции также присоединились Республиканские региональные ассоциации этнокультурных объединений. Сегодня в связи с трагедией, которая произошла в Арысе, с утра уже в Доме дружбы проходило совещание. И была оказана первая помощь от узбекского центра. Мы разослали информацию и сразу же многие отозвались. Я как предприниматель также поддержала эту акцию. Напомним, в качестве помощи от населения принимают предметы гигиены, консервы, крупы, макароны, изделия, фрукты, бутилированную воду, одеяло и одежду для детей. Поступившая помощь централизованно и равномерно распределяется на складах Нур-Султана. Пострадавшим груженные фуры отправятся уже в ближайшую пятницу. Данаи Сатай, Ерлан Наурзбаев, Хабар, 24.